Уважаемые господа, позвольте приветствовать всех вас в столице Беларуси. От души поздравляю с началом нового ответственного этапа в вашей профессиональной дипломатической карьере. Текущий момент можно оценивать по-разному, но для нас очевидно одно. Но беларусы, как это всегда бывало в прошлом, доказали свою способность отстоять суверенитет страны, традиционные ценности и территориальную целостность. Неоднократно заявлял и еще раз повторю, что только наш народ вправе решать, как будет развиваться в будущем беларусское государство. Пользуясь случаем, хочу подчеркнуть одно обстоятельство. В последнее время западное государство очень волнуется по поводу дальнейшего развития Беларуси. Очень переживают и строят разные схемы воздействия на беларусскую власть и президента с целью свержения существующего строя. Дошли до того, что готовы подключить к этому процессу Россию, но не знают как. Я это делаю заявление на основании железных, как в Китае говорят, фактов. Так вот, в связи с этим я хочу сказать, что президента Беларуси можно отстранить от власти. Это реально. Подсказываю путь. Он один, других нет. Только беларусский народ это сможет сделать. На основании тех законов, которые сегодня существуют, и беларусской конституции. Как видите, совсем простой ответ на все вопросы, которые будоражат сегодня головы западных дипломатов, несущих службу в Беларуси. И тех, кто сегодня волнуется и озабочен этим вопросом на Западе. А также наших беглых. Сейчас по всей стране идет диалог о будущем Беларуси и путях ее развития. В широкую дискуссию вовлечены рядовые граждане, трудовые коллективы, эксперты, парламентарии, представители общественных организаций и госструктур. Нам важно, чтобы было услышано мнение каждого. Все конструктивные предложения будут включены в повестку Всебелорусского народного собрания.